Продолжение следует... Продолжение следует... Серьезным испытанием, также обозначившим новую эпоху, была война 1973 года, ставшая национальным унижением. Созданный в центре арабского мира Израиль на протяжении всей своей истории сталкивается с серьезными вызовами и угрозами и вплоть до сегодняшнего дня вынужден предпринимать экстраординарные меры для обеспечения безопасности. Неурегулированность палестинской проблемы препятствует официальному признанию Израиля со стороны большей части арабских государств. Израильтяне живут в условиях постоянной напряженности, что породило у общества умение мобилизоваться в трудную минуту, сплоченность и решительность, хотя фрагментированность общества полностью не преодолена. В силу объективных причин Израиль оказался ассоциированным с западными странами и прежде всего Соединенными Штатами Америки. Дипломатические отношения с Россией были восстановлены лишь в 1991 году. Обострившиеся после войны Йом-Кипур националистические настроения обеспечили в 1977 году электоральный переворот и победу на выборах правого блока Ликут во главе с Минахином Бегином. Политическим прорывом, открывшим Израилю новые возможности, были Кемдевицкие соглашения 1978 года. Они предусматривали план создания административного совета и введения на пять лет палестинской автономии для населения территории. Предусматривался мирный договор с Египтом, который был подписан в марте 1979 года. Интифада или революция камней, вспыхнувшая в конце 1987 года на оккупированных территориях, положила начало радикализации палестинского сопротивления на исламской основе. В 1987 году шейх Ахмед Ясин в Газе основал движение Хамас, выросшее из идеологии радикальной организации «Братья-мусульмане» и изначально поддержанное Израилем. Война в Персидском заливе в 1990 году и попадание ракет Скат по Тель-Авиву и Хайфе, благо что они не несли химических зарядов и представляли собой устаревшие образцы советского оружия, где вместо начинки использовался цемент. Однако психологическая травма для Израиля была существенной, ведь впервые за всю историю Израиль подвергся нападению и не мог нанести ответный удар. Процесс Осло 1994-1995 годов способствовал радикализации израильского общества. После провозглашения независимости Давид Бен-Гурион считал крайне важным добиться признания легитимности власти нового правительства в глазах всех групп населения страны. Он понимал необходимость идти на компромисс с большинством партий, включая даже и радикальные религиозные, например, Агудат Израиль. В результате такого подхода в Израиле первого десятилетия сложилась достаточно стабильная политическая система. Было достигнуто соглашение о статус-кво во взаимоотношениях между религией и государством. Невзирая на данные общественных опросов, отделение религии от государства так и не произошло. Таким образом, данная тема отложена и, судя по всему, не в долгий ящик. Помимо прочего, достигнутая политическая стабильность во многом была обусловлена отсутствием сильных независимых общественных движений вне партийной системы. Для израильской модели политического устройства характерна относительная слабость законодательной ветви власти и ее зависимость от правительства. У англичан был позаимствован принцип коллективной ответственности, предполагающий, что решения правительства обязательны для всех входящих в него министров. Еще одной важной характеристикой израильской модели государственного устройства является гражданский контроль над армией и другими силовыми структурами. Отметим, что в Израиле никогда не существовало монопольного контроля правящей партии над прессой. Еще одной важной чертой является то, что в Израиле до сих пор нет основного закона – Конституции. Уже в своем первом законодательном акте 1948 года Израиль обратился к британской модели государственного управления, согласно которой парламенту теоретически принадлежит наивысший статус, но на практике правительство способно контролировать его. Первый из основных законов был принят лишь 8 лет спустя после утверждения предложения Харари о подготовке парламентской комиссии проекта Конституции. Отметим, что в то время, как в области общественного права британское мандатное законодательство было заменено на новое, израильское, в области частного, гражданского и коммерческого права, турецкое и мандатное законодательство было сохранено в силе, что позволило израильским законодателям временно не заниматься вопросами, относящимися к этим сферам. В Декларации независимости государство Израиль говорится о законодательной и исполнительной власти, но совершенно не упоминаются судебные органы. Процесс формирования судебных органов продолжался фактически до 1953 года. Принятие в 1980 году Кнесетом закона об основах права в значительной степени освободило израильское законодательство от английского влияния. Такие права, как право на свободу печати, право на свободу совести, право на свободу митингов и демонстрации, до сих пор не зафиксированы ни в одном из израильских законов. Эти права защищены вердиктами Верховного суда. В настоящее время главой Верховного суда Израиля является Мирьям Наур. Верховный суд, заседающий в Иерусалиме, является высшей судебной инстанцией в стране. Так как в Израиле нет закона о конституционном суде и не существует конституционного суда как отдельной инстанции в структуре государственной власти, то, согласно принятой практике, функции контроля за доскональным соблюдением законов государственными институтами возложены на Верховный суд, выступающий в таком случае как высший суд справедливости, богатство. В начальный период существования государства высший суд справедливости рассматривал почти исключительно индивидуальные жалобы граждан по поводу нарушения их прав и свобод. С течением времени, однако, высший суд справедливости стали подаваться иски о соответствии принятых к Несетам решений основным законам страны. В сентябре 1997 года Верховный суд впервые признал одно из положений, принятого к Несетам закона, антиконституционным, чем окончательно утвердил себя в качестве конституционного суда. Доступность Верховного суда, куда может обратиться каждый гражданин Израиля и житель, контролируемый Израилем территорией, также является важнейшим позитивным фактором. Вместе с тем, многие общественные деятели критикуют высший суд справедливости за его чрезмерный, по их мнению, судебный активизм и за вмешательство в вопросы политического и религиозного характера. Норма, устанавливаемая Верховным судом при рассмотрении конкретных дел, является обязательным руководством для судов низших инстанций. Можно выделить четыре особенности богатца, одной из которых – отсутствие права предварительного конституционного контроля, которым обладают конституционные суды в ряде европейских стран, таких как, например, во Франции, Португалии и в Румынии. Также структурной особенностью конституционного правосудия в Израиле является то, что, в отличие от конституционных судов европейских стран, состав членов Верховного суда Израиля, осуществляющего конституционный надзор, практически не зависит от воли депутатов. В полномочия Верховного суда входит исключительно рассмотрение апелляций на решение судов низших инстанций. Президент – номинальная глава государства Израиля. Способ его избрания, срок полномочий, статус и обязанности определяются основным законом о президенте государства от 1964 года. В прошлом президент избирался на пятилетний срок простым большинством в ходе тайного голосования на специальном заседании Кнессета. В 1999 году основной закон о президенте был изменен и каденция президента страны была продлена до 7 лет. При этом, если в прошлом президент мог повторно балонтироваться и избираться на свой пост, то принятая в 1999 году пятая поправка к закону ограничила срок пребывания президента в должности одной каденции. Процедура избрания президента осталась той же. Десять и более депутатов Кнессета могут выдвинуть на этот пост любого кандидата. Президент наделен абсолютным судебным иммунитетом. Место пребывания президента – столица государства Иерусалим. До 1996 года и начиная с 2003 года одной из основных функций президента является возложение ответственности по формированию правительства на одного из членов Кнессета. Как правило, лидера крупнейшей фракции в Кнессете. В 1996, 1999, 2001 годах глава правительства избирался прямым голосованием всех граждан страны. Однако после 2001 года президент был вновь наделен полномочиями по назначению премьер-министра. С 24 июля 2014 года президентом Израиля является Реувен Риблин. Высшим законодательным органом государства является Кнессет – парламент, который представляет собой палату из 120 представителей, формируемую сроком на 4 года на основе всеобщего прямого и равного избирательного права при тайном голосовании. Кстати, число депутатов и название позаимствовано от собрания представителей еврейского народа, созданного еще Эздрой и Нехемией в Иерусалиме в V веке до н.э. Основной закон о Кнессете от 1958 года является одним из немногих действующих в стране «Загонодательных актов, содержащих защищенные статьи». Место пребывания Кнессета – Иерусалим. Каждый израильский гражданин, достигший 18 лет, обладает правом избирать, если суд не лишил его этого права на основании соответствующего закона. И каждый израильский гражданин, достигший 21 года, обладает правом быть избранным в Кнессет, если он не занимает одну из государственных должностей, оговоренных в основном в законе о Кнессете. Представительство в Кнессете пропорциональное. Число парламентских мандатов пропорционально числу голосов, поданных за данную партию. Причем вся страна является единым избирательным округом. На всем протяжении истории страны в Кнессете было представлено не менее 9 партийных списков. В Кнессете последнего созыва – более 20. Так вот, во избежание излишней фрагментации, электоральный барьер перед выборами в марте 2015 года составил 3,25%. Важной является и репрезентативная функция Кнессета, который является единственным общегосударственным органом власти, непосредственно избираемым всеми гражданами страны. Заседания Кнессета ведутся на иврите, но депутаты-арабы могут выступить на родном языке. В этом случае предусмотрен синхронный перевод выступления на иврит. Кнессет может также временно приостановить или даже лишить депутата его мандата, если член Кнессета не способен выполнять свои обязанности или осужден по суду за уголовное преступление. Начиная с 1949 года, выборы в Кнессет состоялись 20 раз. Резонансный закон Пшары был принят Кнессетом в 2011 году. Согласно этому закону, бывший или действующий депутат лишается парламентской пенсии и других льгот в случае, если он не является на допрос по повестке или же избежит из-под ареста. Азми Пшара – это депутат Кнессета с 14 по 17 созывы. В 2006 году юридический советник израильского правительства начал против него уголовное расследование. Основанием стала его поездка в Берут. К тому же, с весны 2007 года этот депутат находился в добровольном изгнании в Катаре. Он являлся политическим обозревателем Аль-Джазиры. В израильском обществе разгорелся скандал также в связи с тем, что он в течение всех этих трех лет после бегства получил от Кнессета более полумиллиона шекелей плюс одноразовое пособие на сумму 195 524 шекеля. Исследователи верно подметили, что если израильский параметаризм и отличает некое постоянство, то это постоянство нестабильности. Социологические исследования уже в середине 70-х годов свидетельствовали о подвижности электоральных предпочтений. Маятниковое голосование израильских избирателей проявилось в 1977 году в поражении рабочей партии. В дальнейшем на выборах 2001 года премьер-министра Барака поддержали менее половины тех избирателей, которые проголосовали за него на всеобщих выборах за год и 9 месяцев до этого. К тому же каждый новый глава исполнительной власти в стране занимал этот пост не как наследник, а как антипод своего предшественника. Подчеркнем, что даже и в те периоды, когда парламент страны полностью отрабатывал свою четырехлетнюю каденцию, зачастую не только персональный состав, но и структура правительства менялись неоднократно. В представлении многих эталоном стабильности воспринимается начальный период государственности, когда общепризнанным национальным лидером был Давид Бен-Гуреон. Однако за 14 лет его правления сменилось 10 правительственных коалиций. Всего же за 28 лет правления социал-демократов средний срок работы правительства не достигал и 20 месяцев. В Израиле дважды за последние 10 лет менялась система выборов. Выборы в Кнесет и прежде, и ныне проходили и проходят по системе пропорционального представительства. Однако в 1992 году в Израиле впервые в мире были введены прямые выборы главы правительства. Эти выборы дважды в 1996 и 1999 годах прошли параллельно выборам в Кнесет, а еще один раз 6 февраля 2001 года отдельно от парламентских выборов. В марте 2001 года прямые выборы главы исполнительной власти были отменены. Та легкость, с которой изменяются имеющие конституционный характер основные законы, также никак не свидетельствует о стабильности политической системы Израиля. Несмотря ни на что, Израиль действительно, если и не единственное, то демократическое государство на Ближнем и Среднем Востоке. Спасибо за внимание. В следующей рекции мы с вами продолжим рассмотрение внутриполитического процесса в Израиле.